Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Метель парализовала движение в Ване и окрестностях. В Ковсакане, Арцах, открылась лаборатория «Армат» при поддержке президента Республики Армении Армении Саркисяна. Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили вопросы ОДКБ. Сирийский военный совет призвал Трампа защитить страну от Турции. Когда мы отдаем части своей родины, врагу мы всегда платим за это культура и сам Вэл Карапетян. Как армяне праздновали Новый год в старину? Поддержанная национальная сборная Западной Армении по футболу. Сильный снегопад парализовал движение в Ване и окрестных округах. В Бахчисаре, в Чедране, Армянском ущелье, Мураде, Гавеше закрыто около 200 дорог. В целях обеспечения безопасного движения на дорогах проводятся работы по уборке. По данным Центра прогнозирования погоды, в течение дня ожидается облачная погода и снегопады. Ночью в Ване и окрестностях резко похолодает, что в свою очередь приведет к еще большим проблемам на дорогах. Просим сограждан быть особенно бдительными на дорогах. В Арцахе открылась лаборатория «Армат» при поддержке президента Республики Армении Армена Саркисяна. Об этом сообщается на странице президента в Facebook. Это пятая лаборатория в освобожденном районе Кашатак. Целью лаборатории «Армат» является укрепление технического образования в Армении, способствовать профессиональной ориентации школьников, подготовить профессиональную рабочую силу с техническим образованием, которое удовлетворит растущий спрос. Проект с его широким социально-экономическим воздействием связан с национальной безопасностью и может достигнуть определенных экономических успехов. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян рассказал об обсуждении с президентом России Владимиром Путиным в Москве стратегической сути и содержании ОДКБ. По вопросу сложившейся в ОДКП ситуации состоялось короткое обсуждение. «Наша позиция заключается в том, что здесь нам необходимы институциональные решения. Необходимо внести в устав ОДКП такие правки, которые на будущее предусмотрели бы подобную ситуацию», отметил Пашинян во время лайфа в Фейсбуке. В отношениях между Арменией и странами ОДКП возникла напряженность после отзыва Ереваном 30 октября своего представителя Юрия Хачатурова с поста генсека ОДКП, без предварительного согласования этих процедур с другими партнерами по организации. Сирийский военный совет, который лоялен курдским демократическим силам, призвал президента США Дональда Трампа защитить север Сирии от вторжения Турции. Настало время для христианских западных стран, а также христиан всего мира, поддержать христианское население северной Сирии, которая может стать жертвой жестокой войны, говорится в заявлении. С тех пор они оказывали поддержку курдским отрядам самообороны во время длительной войны против исламского государства, одновременно защищая многие районы Аль-Хасаки в северно-восточной Сирии. Ранее Дональд Трамп заявил, что американские военные уйдут из Сирии, несмотря на недовольство нескольких членов правительства. Вывод американских войск из Сирии оставит северную часть страны беспомощной перед турецкими силами и их союзниками. Эксперт по памятникам Самвел Карапетян написал на своей странице в Фейсбук. В 1950-х годах за полвека до разрушения старого кладбища Джуга в 2005 году в Советском Союзе азербайджанские турки по-варварски разрушили кладбище поселения Цар, район Карвачар. Использовали надгробные камни и хачкары для строительства школы. Вот группа фрагментов, которые появляются в разных частях здания. Как оказалось, они принадлежат одному поперечному камню. Оставляя части родины в лапах врага, мы всегда платили за это культурой и поэтому прославляем наших бессмертных воинов, которые освободили в 1993 году Карвачар. В противном случае все культурные ценности этого региона азербайджанские турки уничтожили, как это сделали с хачкарами Джуга. В древние времена армяне вместо елок сажали деревья, а вместо игрушек украшали фруктами и сладостями. Армяне также украшали символ праздника, но это была не обычная зеленая ель, а символическое дерево из натуральных веток. Отец семьи со своими сыновьями украшал дерево красными или зелеными лентами и всевозможными фруктами и сладостями. Было также важно, чтобы дерево было украшено гранатами, поскольку они символизировали полноту и единство домашнего очага. В Западной Армении существовала традиция крашения фарфоровых яиц. Они рисовали на них птиц и посвящали их церквям в память о погибших. По словам Хачманукяна, эти яйца являются прототипом яиц Фаберже. В Восточной Армении существовала традиция, называемая кахука. Молодые люди забирались на крыши домов в новогоднюю ночь. В дымовую трубу бросали веревку на конце с пакетом или носком, поздравляя членов семьи с песнями и наилучшими пожеланиями. Хозяйка клала фрукты или сладости в корзины или носки. В современном мире мало что сохранилось от старых традиций, но армяне по-прежнему подчеркивают новогодние празднования. И ритуал этого праздника был в определенной степени сохранен. Уважаемые соотечественники, мы хотим сообщить вам, что сборная Западной Армении проведет тренировочный сбор в Марселе. Нам выпала большая честь играть под флагом Западной Армении и представить нашу родину. Давайте еще раз покажем миру, кто мы и откуда. Мы просим вас оказать поддержку нашей команде. Ваша поддержка очень важна для нас, потому что мы сильны, когда мы вместе. Наша сила в нашем единстве. Напомним, что сборная Армении по футболу проведет два товарищеских матча с Нимом 5 января и Тулоном 9 января. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Арнол Кочари. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!